Всем привет! Сегодняшнее видео вряд ли можно назвать мастер-классом. Скорее я просто хочу поделиться опытом, как я делала подвязку косыночного типа для гипса. Я не нашла на youtube ни одного видео по пошиву такой подвязки, поэтому решила выложить свое. Ведь не у всех есть рядом крупные аптеки и ортопедические салоны, в которых можно ее просто купить. А шила я ее только из тех материалов, которые нашлись у меня дома. У меня есть отрез не очень плотного хлопка, поэтому я складываю его в два раза. А если у вас ткань плотная, то просто пропустите этот шаг. Итак, получившийся кусочек складываю и прочерчиваю плавную линию, не от самого края. Отрезаю по намеченной линии и так, на мой взгляд, получается более удобная и аккуратная форма. Сшиваю два слоя ткани между собой. Повторюсь, если у вас плотная ткань и вы шьете в один слой, то пропускайте этот шаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выворачиваю полученную ткань, чтобы швы оказались внутри. Складываю деталь пополам, закрепляю булавками и сшиваю с более широкой стороны. Я использую шоу в зигзаг, на мой взгляд он более прочный. А если у вас нет швейной машинки, то можно шить вручную, просто это займет намного больше времени. Выворачиваю на лицевую сторону, чтобы шов оказался внутри. Основа подвязки готова и теперь буду пришивать ремень. Я взяла ремень от сумки, поэтому он сразу с карабинами, мне понадобится только один, поэтому второй я просто отпарываю. Пришиваю ремень не к краю, а с самого низа, так как на него будет основная нагрузка. Для удобства зафиксировала его булавками. Пришиваю тем же швом зигзагом. Делаю три строчки вдоль и две поперек, думаю этого будет более чем достаточно. Теперь пришиваю петли для карабина, фиксирую их с помощью плотной ленты. Я пришиваю их не на самый край, так как буду укорачивать длину повязки после примерки, потому что шью ее для ребенка и дочь просто не далась нормально снять необходимые мерки заранее. Несколько раз прошиваю, чтобы крепко закрепить петли. А из маленького остатка ткани шью накладку, чтобы ремень не натирал. И вот что у меня получилось. Еще хотела сказать по поводу застежки, почему я решила использовать именно карабин. Потому что ребенок не сможет расстегнуть его одной рукой без посторонней помощи. Ну а для взрослого человека конечно будет удобнее пришить липучку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова